Реквием Нет, и не под чуждым небосводом, И не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ к несчастью был. Субтитры подогнал «Симон» Вместо предисловия Страшные годы Ежовщины Я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, Которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, Очнулась от свойственного нам всем оцепенения И спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом. «А это вы можете описать?» И я сказала. «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло потому, Что некогда было ее лицом. Посвящение Перед этим горем гнутся горы, Не течет великая река, Но крепки тюремные затворы, А за ними каторжные норы и смертельная тоска. Для кого-то веет ветер свежий, Для кого-то нежится закат. Мы не знаем, мы повсюду те же, Слышим лишь ключей постылый скрежет, До шаги тяжелые солдат. Подымались, как к обедней ранней, По столице одичалой шли, Там встречались мертвых бездыханней, Солнце ниже и неват в манней, А надежда все поет вдали. Приговор, и сразу слезы хлынут, Ото всех уже отделена, Словно с болью жизнь из сердца вынут, Словно грубо навзнища прокинут, Но идет, шатается, одна. Где теперь невольные подруги Двух моих осатанилых лет? Что им чудится в сибирской вьюге? Что мерещится им в лунном круге? Им я шлю прощальный свой привет. Вступление. Это было, когда улыбался Только мертвый спокойствию рад, И ненужным привеском болтался Возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, Шли уже осужденных полки, И короткую песню разлуки Паровозные пели гудки, Звезды смерти стояли над нами, И безвинная корщилась Русь Под кровавыми сапогами И под шинами черных морозь. Первое. Уводили тебя на рассвете, За тобой, как на выносе, шла. В темной горнице плакали дети, У божницы свеча оплыла. На губах твоих холод и конки, Смертный пот на челе. Не забыть. Буду я, как стрелецкие жонки, Под кремлевскими башнями выть. Второе. Тихо льется тихий дон, Желтый месяц входит в дом, Входит в шапки на бекрень, Видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, Эта женщина одна, Муж в могиле, Сын в тюрьме, Помолитесь обо мне. Третье. Нет, это не я, Это кто-то другой страдает. Я бы так не могла, А то, что случилось, Пусть черные сукну покроют, И пусть унесут фонари ночь. Четвертое. Показать бы тебе на смешнице И любимице всех друзей, Царскосельская веселая грешница, Что случится с жизнью твоей. Как трехсотая с передачью Под крестами будешь стоять, И свою слезою горячую Новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается, И не звука, А сколько там неповинных жизней кончается. Пятое. Семнадцать месяцев кричу, Зову тебя домой, Кидалась в ноги палачу, Ты сын и ужас мой. Все перепуталось навек, И мне не разобрать теперь, Кто зверь, кто человек, И долго ли казни ждать, И только пышные цветы, И звон кадильный, И следы куда-то в никуда. И прямо мне в глаза глядит, И скорой гибелью грозит, Огромная звезда. Шестое. Легкие летят недели, Что случилось, не пойму. Как тебе, сынок, в тюрьму Ночи белые глядели, Как они теперь глядят Ястребиным жарким оком, О твоем кресте высоком И о смерти говорят. Седьмое. Приговор. И упало каменное слово На мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова, Справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела, Надо память до конца убить, Надо, чтоб душа окаменела, Надо снова научиться жить. А не то, Горячий шелест лета Словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала Этот светлый день И опустелый дом. Восьмое. К смерти. Ты все равно придешь, Зачем же не теперь? Я жду тебя, Мне очень трудно. Я потушила свет И отворила дверь Тебе, Такой простой и чудной. Прими для этого Какой угодно вид. Ворвись отравленным снарядом Или с гирькой подкрадись, Как опытный бандит, Или отрави тифозным чадом, Или сказочкой, Придуманной тобой И всем до тошноты знакомой, Чтоб я увидела Вверх шапки голубой И бледного от страха Управ дома. Мне все равно теперь, Клубица Енисей, Звезда полярная сияет, И синий блеск Возлюбленных очей Последний ужас застилает. Девятое Уже безумие крылом Души накрыло половину И поет огненным вином И манит в черную долину. И поняла я, Что ему должна я уступить победу, Прислушиваясь к своему Уже как бы к чужому бреду. И не позволит ничего Оно мне унести с собою, Как не упрашивай его И как не докучай мольбою, Ни сына страшные глаза, Окаменелое страдание, Ни день, когда пришла гроза, На час тюремного свидания. Ни милую прохладу рук, Ни лип взволнованные тени, Ни отдаленный легкий звук, Слова последних утешений. Десятое. Распятие. Не рыдай мне, мать, Во гробе зряще. Хор ангелов Великий час восславил, И небеса расплавились в огне. Отцу сказал, Что меня оставил, А матери, О, не рыдай мне. Второе. Магдалина билась и рыдала, Ученик любимый каменел, А туда, где молча мать стояла, Так никто взглянуть и не посмел. Эпилог. Первое. Узнала я, как опадают лица, Как из-под век выглядывает страх, Как клинописи жесткие страницы Страдания выводят на щеках, Как локоны из пепельных и черных Серебряными делаются вдруг. Улыбка вянет на губах покорных, И в сухоньком смешке дрожит испуг. И я молюсь не о себе одной, А обо всех, кто там стоял со мной, И в лютый холод, И в июльский зной, Под красную ослепшую стеной. Второе. Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. И ту, что едва до окна довели, И ту, что родимая не топчет земли, И ту, что красивой тряхнув головой, Сказала, сюда прихожу, как домой. Хотелось бы всех поименно назвать, То отняли список, и негде узнать. Для них соткала я широкий покров Из бедных, у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, О них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный рот, Которым кричит стомиллионный народ, Пусть так же они поминают меня Канун моего поминального дня. А если когда-нибудь в этой стране Воздигнут, задумают памятник мне, Согласие на это дают рождество, Но только с условием не ставить его Не около моря, где я родилась. Последняя с морем разорвана связь. Не в царском саду у заветного дня, Где тень безутешная ищет меня. А здесь, где стояла я триста часов, И где для меня не открыли засов. Затем, что и в смерти блаженной боюсь, Забыть громыхание черных мороз, Забыть, как постылая хлопала дверь, И выла старуха, как раненый зверь. И пусть неподвижных и бронзовых век, Как слезы струится подтаявший снег, И голубь тюремный пусть гулит вдали, И тихо идут в неве корабли.